Безусловно, визуал важен абсолютно для каждого, и я надеюсь, если вы попали на этот выпуск, вам интересна данная тема. Тренды визуали инстаграм и актуальный визуал в целом. Случайно сюда попавших хочется попросить, чтобы не писали негативных комментариев, а попробовали понять. Встречают по одежке касается не только внешнего вида человека при первой встрече. Визуал это все, что мы воспринимаем глазами, визуально. Кстати, о том, что говорит про вас ваша одежда, пока вы молчите, можете посмотреть в одном из моих предыдущих выпусков, ссылку найдете в описании. В прошлом году я уже снимала подобного толка ролик, и на самом деле мало что изменилось, разве только какие-то моменты стали более очевидными. Поэтому я даже и не собиралась снимать точно такой же обзор. Но к середине текущего года появились новые веяния, тренды, как хотите, и тема стала снова актуальной. Всем привет, с вами Юля, создатель бренда Julia F. И сегодня мы с вами поговорим о самом актуальном визуале в создании контента, фото-видео формата для лучшей презентации себя в социальных сетях. Кому важно и нужно следить за этими новыми веяниями? В первую очередь тем, кто продает свой продукт, услугу на просторах интернета. Блогерам, которые продают и презентуют себя, чтобы завоевать лояльность зрителя, привлечь рекламодателя и монетизировать свой контент. Но даже если вы ничего не продаете, вы не блогер, обыкновенный человек, все равно, по моему мнению, стоит быть, так сказать, на волне. Личный бренд важен абсолютно для каждого, я считаю. Это важно для саморазвития, чтобы проработать свои страхи, выявить сильные стороны и делать акцент именно на них. И тогда, я уверена, мир стал бы гораздо лучше и было бы меньше злых и недовольных людей. Как и в прошлом году, тренд на аутентичность и самобытность я ставлю на первое место. Это говорит о том, что любите себя и не бойтесь быть собой. Актуально быть, а не казаться. Года два назад в тренде был минимализм и все аккаунты переоделись. В нашем контексте разделись. В погоне за тем, чтобы быть в тренде, минималистичная и похожая, чуть ли не одинаковая лента была и у флориста, и у тракториста. Непонятно было, кто вы, о чем вы. Ошибка выбора такого визуала, точнее, можно сказать иначе. В погоне за этими трендами вы не добиваетесь абсолютно ничего. Вы становитесь, как остальные те, кто в тренде серой массой, которая сегодня повально выглядит вот так, а послезавтра иначе. Я же призываю вас не бояться открываться. Научитесь любить себя. И пусть у вас не инстаграмная квартира, не высокооплачиваемая работа или еще что-то. Вы особенный человек со своей уникальной историей жизни, со своим опытом. Транслируйте именно это. И тогда ваш личный тренд не смогут украсть. И вы будете уникальны в своей аутентичности. Чтобы применить к себе тренд на аутентичность, а этот тренд никогда уже не выйдет из моды, поверьте, просто выпишите на лист моменты, которые вас окружают. Рабочие, бытовые. Что из этого вы хотите показывать в инстаграм? Например, вы парикмахер. Показывать в ленте одни затылки в 2024 году по меньшей мере глупо. Если вы хотите собрать работы, оформите портфолио в закрепленные сториз. Аутентичность парикмахера может отражаться следующими аспектами. Фото на рабочем месте, желательно с эмоциями. Рабочий инструмент под необычным углом. Уход за волосами. Создание прически. То, чем вдохновляетесь. И вуаля. Давайте сразу. Самое сложное. Мама в декрете. Вот кажется, вообще нет свободного времени быть засосал. Но даже тут можно показать свою аутентичность. И возможно даже кого-то вдохновить на материнство. Ведь есть те, кто этого боится. Я же матери дико раздражаю. Тогда как аккаунты про детей, семейность и животных самые популярные. Так как найти тот самый баланс между нормой и ненормой. Часто мамы публикуют однотипные портреты своих деток. И конечно такое подписчиков раздражает. Например, я подписана на подружку Машу, с которой мы дружили в первом классе. Каждую встречу мы проводили весело и разнообразно. Мы выросли. И теперь нас сближает лишь подписка друг друга в инстаграм. Недавно она родила замечательного малыша. С чем ее все поздравляют до сих пор. Но с каждым новым заходом в социальную сеть наблюдаешь одно и то же. Портрет малыша. Портрет малыша. Малыш. Малыш. Портрет малыша. Я спустя год от такого контента очень устаешь. Ведь в первом классе я дружила не только с Машей, но и со Светой и с Викой. И по чистой случайности они тоже недавно родили. Ну вы поняли. Проблема не в том, что чужие дети раздражают, а в непонимании того, как это выглядит со стороны. Ведь по факту это ваши дети, это вам важен каждый момент их жизни. Чужим людям это попросту неинтересно. Так как поступить в подобном случае? Ведь с появлением ребенка жизнь меняется навсегда. И хочется делиться и этой частью своей жизни. Вся проблема в том, что вы показываете всего один ракурс. Безусловно, матерейство забирает большое количество времени. Но вы же меняете локации, одежду, настроение. Старайтесь ловить моменты здесь и сейчас. Важно запечатлеть состояние. И тогда у фотографии, у всего одной фотографии появляется история. Если, взглянув на фото с вашим ребенком, у вас в голове не возникает никакой альтернативной истории, а что было за кадром, а как появился этот кадр, от публикации подобного контента лучше отказаться. И все же, как бы не считалось, что минимализм антитренд, если он креативный, почему бы и нет. Если вы не до конца понимаете, что такое минимализм, предлагаю посмотреть мой ролик, в котором я наглядно объясняю, что это такое в разных направлениях. И фото в том числе, ссылку найдете в описании. Многие считают, что минимализм это черная кружка на белом столе. Это человек на фоне бетонной стены, смятое однотонное одеяло. И да, это так, но это не то, что нам нужно. Направление минимализм очень сложное, и не всем дано его прочувствовать. Это как не каждой девушке будет комфортно одеваться в стиле Боха. Это как один из принципов жизни, выбор. В каждом настоящем фото стиля минимализм существует какая-то история. Если ее попросту нет, такое фото инфошум, который, собственно, и стал раздражать, и привел данное направление в антитренды. Ищите необычные текстуры, глубина линий, сочетание несочетаемого. Фото в движении также помогут воссоздать ту самую историю. Но эта история должна быть заранее продуманной, а не притянута за уши постфактум. Вот примеры из моего видео про минимализм. Какое фото вам нравится больше? И мы не сравниваем внешний облик модели. Эти фото я искала в интерес, по запросу, и не так уж легко было вообще найти нужное. На левом фото девушка со стулом. И на правом девушка со стулом. И там, и там поле, природа. Но от левого кадра явно идет трансляция определенного настроения, а правое просто фото девушки со стулом. Непродуманный макияж, прическа, одежда и так далее. Как итог, фото ради фото. И вот тот минимализм, который цепляет. Если вы на курорте, логичный сторител в однотонной стене вид на море. Парень в белом костюме вызывает умиротворение, будто ходит по воде. Фото с носками прикольно подойдет для разнообразия дачного контента, хоть и служит больше для рекламы самих носков. Та же история с туфлями. Девушка красит стену. Бытовуха? Бытовуха. Минимализм? Да. Фото в блестящей юбке несет посыл на тему русалки в море. Не знаю, как надолго, но эра искусственной фальшивой красоты уже не просто антитренд, а табу в мире эстетичного визуала. Вообще, неважно, блогер вы или просто мама в декрете, но селфи с яркими, ровными, саболинными бровями и фарфоровая, размытая кожа без спор и каких-то намеков на жизнь вызывают у смотрящего отторжение. Или смех. Думаю, вы не хотите вызывать такие эмоции у кого бы то ни было. И сюда в тренд входит все, что касается натуральности. Эмоции, цвета, фото в моменте, здесь и сейчас. Про эмоции хочется объяснить определенней. Есть эмоциональное фото, на котором мы видим человека с какими-то эмоциями. А бывает так, что человека нет вообще, а эмоции зашкаливают. Тут уже идет речь об ассоциативности. И то, и другое актуально, только в первом случае желательно делать настоящие кадры, а во втором нужен креативный склад ума. Как ни странно, этому можно научиться. Просто договоритесь с собой. Эмоциональное фото с человеком делать не по принуждению смейся, плачь, сделай удивленный вид, а ловить этот момент в буквальном смысле. В другом случае на данный момент отказаться от публикации контента в жанре эмоций и выбрать что-то другое. А креативности достичь вам поможет насмотренность. Беремся дружно за руки и шагаем в интерес. Вводим в поиск креатив и образовываемся. Сначала придется повторять какие-то идеи, но в будущем вы без труда сможете придумать что-то свое. Касательно натуральных цветов. Это не значит, что все должно быть таким бежевым-бежевым, нюдовым-нюдовым. Чтобы не ошибиться, природа вам помощь. Природой создано столько цветов. Тихих, ярких, светлых, темных. Выбирай не хочу. Также вы можете у этой самой природы подсмотреть и сочетание цветов. Они всегда удачны и, конечно же, натуральны. Тренд на фото в ленте Instagram с текстом начался с просто текста на фоне. Мы еще помним те раскладки шашечкой, где какие-то личные фотографии шли в перемешку с текстом, который часто дублировал название поста. Позже это переросло в текст, словленный в кадр, который был написан будто не для фото, а для кого-то в реальной жизни. Теперь же тренд обновился и выглядит следующим образом. На фотографии подписываются детали, например, фото процесса готовки, ингредиенты, попавшие в кадр, подписываются текстом или своеобразный мудборд с желаниями, или какая-то мотивация, оформление в виде почтовой открытки. Все это сопровождается текстом от руки. Тут вы либо можете скачать какие-то приложения с рукописными шрифтами, либо самостоятельно делать эти надписи. Например, используя создание новой истории в Instagram. Там вы можете открыть нужное фото, выбрать кисть и рисовать. Но удобнее рисовать иначе. Если у вас есть iPhone, про Android просто не знаю, может тоже есть. Через заметки выбираете карандаш, рисуете, что хотите, выделяете область, копируете. Снова переходите в создание истории и через добавление текста вставляете рисунок. Таким образом, размер надписи можно будет регулировать, а также менять ее положение. В самом разгаре, на пике популярности эстетика кино и здесь обо всем. Сюда входит художественный сценарий для Reels без этих резких ежесекундных переходов с хлопками и надоедливыми. Хочешь, приведу клиентов, научу выстраивать воронку, как зарабатывать много и так далее. Все эти навязчивые экспертные Reels, если реально оценивать с точки зрения личного бренда, создаются для хайпа или попадания в быстрые тренды. Ведь по факту уважающие себя эксперты не будут лепить такие ролики попросту. А люди, зрители стали более разборчивыми. И теперь, когда они подписываются на магазин одежды, им не хочется видеть каждый день Reels с платьями, брюками. Им хочется получать какие-то эмоции. Кино как раз то, что вызывает самое разное состояние. Попробуйте, если вы через Инстаграм продаете какую-то услугу, продукт, представить, какие при этом эмоции хочет получить от вас ваш клиент. До чего прикоснуться. Подарите ему эту эмоцию через ваши видео. Если вы продаете шляпу, клиент, купивший ее у вас, будет ассоциировать себя с героем вашего видео. Тем настроением каждый раз, когда будет ее надевать. Мой бренд одежды про эстетику Парижа, Ренессанс Корр. Я была одной из первых, кто старался делать что-то художественное, внетрендовое тогда еще. Чтобы после просмотра моего Reels, каждая девушка могла внукнуться в небольшую сказку. Если вам интересно посмотреть на мои попытки, приглашаю к себе в Инстаграм, чтобы здесь и эфир не занимать, и не попасть в авторские оправа с музыкальной подложкой. Кстати, все вещи я создаю своими руками, от лекал до готового результата. В каждую вещь вкладываю частичку своей души, конечно же, любовь. А самое главное, если вам что-то приглянется, вы можете это приобрести, независимо от того, где проживаете, потому что доставка возможна в любую точку мира. Все, продолжаем про кино. Отсюда весьма актуальны и фото в таком же жанре. Кино. Как будто вы смотрите фильм и поставили на паузу, и снова в кадре прослеживается то главный герой, то второстепенный, история, смысл. И, конечно же, добиться максимального киношного эффекта нам помогут фильтры. Кто-то решается на покупку старых фотоаппаратов. В принципе, они недорогие, если брать был, но вопрос, а надо ли? На сегодня существует огромное количество приложений с такими же фильтрами. И как еще более свежее киношное вение – горизонтальный формат. Инстаграм – социальная сеть для квадратного и вертикального контента. Первоначально была в далеком 2010-м и до недавних пор, поэтому максимально выделяется контент киношного горизонтального формата в ленте. А также актуальное использование перевернутого в бок горизонтального кадра в вашем вертикальном рилз. Очень необычно выглядит, а также такой подход в съемке раскрывает больше нюансов для зрителя. Ну и динамики добавляет только уже более спокойной и эстетичной, не той, которую используют в экспертных рил. И самый нашумевший тренд, о котором пока еще мало кто говорит в подобных роликах – это создание контента с помощью нейросетей. На самом деле мы с вами уже давно пользуемся нейросетями, где-то привыкли, где-то даже уже себе отчета не отдаем. Мы с вами успешно пережили эру «научу быть продуктивным», научу зарабатывать много, научу делать фото на телефон, научу монтировать видео прямо на вашем телефоне. Сейчас всех повально обучают креативности и быть контент-криэйторами. И совсем скоро также повально будут учить зарабатывать на нейросетях. Вот, посмотрите. Я лично уже давно пользуюсь искусственным интеллектом. Например, в прошлом декабре выпустила настольный рождественский календарь на дубовой подставке, где каждый новый день сопровождается уникальной рождественской целью, которую нужно выполнить, а также уникальной картинкой, которая создана с помощью искусственного интеллекта. Весь этот проект я создавала сама, прорабатывала концепцию, все изучала, и в итоге получился шикарный результат. На съемках для моего бренда я также использую нейросети. Вот пример, где я делала озеро, хотя фотосессия проходила у меня в шоуруме. Безусловно, фото, где, к примеру, девушка сидит на круассане, выглядит устрашающе красиво. Но этот способ использования нейросетей в лоб, и в ближайшее время это будет прогрессировать. Я же предлагаю использовать возможности искусственного интеллекта в завуанированном смысле так, как если бы для ретуши фото мы использовали фотошоп. Нейросети помогают легче воссоздать самые смелые, креативные и масштабные идеи. Нейросети — это не про искусственную искусственность, а про огромное количество сэкономленного времени на ретуши или сэкономленных денег в моменте съемки. Вообще нейросети заслуживают отдельного выпуска, и я готова поделиться с вами информацией, которую сегодня эксперты продают за большие деньги. Но для того, чтобы этот выпуск состоялся, давайте под этим видео соберем 100 лайков. Всего каких-то маленьких 100 лайков, и вы узнаете, как создавать необычный контент нового поколения и как приручить нейросети. В этом выпуске было сказано много слов и много еще хотелось бы, но самое главное — вовремя остановиться. На мой взгляд, я перечислила самые актуальные тренды визуали на текущий момент, и как хайлайт всего упомянутого можно озвучить, что в тренде естественность во всех ее проявлениях. Будьте собой и любите себя. Желаю всем прекрасного настроения и пока-пока.